30-летие дипломатических отношений между Россией и Республикой Кореи отметили в дальневосточной столице. Приморье не только географически близкий регион, но и исторически связан с Кореей. Первое в её истории зарубежное переселение в 1864 году состоялось именно в нашем крае. В 1900 году в Восточном институте была открыта впервые в мире кафедра корейской славянности. Я надеюсь и уверен, что благодаря созданию маршрута по памятным местам истории Кореи через 4 года нас ждёт эра миллиона посетителей. Олег Кожемяка пожелал корейскому народу благополучия и процветания, отметив взаимный интерес двух стран друг к другу. Корея – это самобытная, уникальная, процветающая страна, в которой гармонично сочетаются исторические традиции и современные достижения. Россияне познают Корею с уважением и любовью относятся к её богатой культуре. 30 лет в истории – небольшой срок, но за эти годы мы стали значительно ближе друг к другу. Диалог между нашими странами строится на взаимном доверии и уважении. Стоит отметить, что Приморье и Корея активно сотрудничают в судостроении, торговле, сельском хозяйстве и особенно туризме. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.